Всем здравствуйте! С вами на связи Елене Амоноциаду и я приветствую вас на своем канале. Сегодня, как вы уже видели из названия, я хочу сделать расклад для людей, которые ищут себя. Этот расклад будет в двух частях, потому что вопросов много было, и я не хотела его затягивать по времени, поэтому я его разделила на две части. Я благодарю Куэрти за вопросы, предложенные для данного расклада. И сегодня мы с вами рассмотрим вопросы касательно непосредственно осознанной эволюции вашего процесса. Что вас отвлекает. Ну, в общем, вопросы услышите непосредственно в самом раскладе. У нас с вами будет, как обычно, три позиции. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что пока настраивалось, вроде бы было все хорошо, а сейчас, мне кажется, голос немножечко сел. И это связано с неким таким сопротивлением, да, когда голос адаптируется к обстоятельствам, и есть некое такое сопротивление того, что ты хочешь сказать и что ты хочешь сделать. Да, здесь какие-то личностные вопросы вступают. Ну, это так, для понимания психосоматики. Итак, первая, вторая, третья позиция. Голубенькие камеши, красненькие и зелененькие. Выбирайте по тайм-кодам. Под этим видео можете сразу посмотреть время, да, позиции, ваши позиции. И мы с вами приступим. Напоминаю, что в эту пятницу будет акция. Присылайте заявки мне на почту или в директ для того, чтобы поучаствовать в бесплатной акции по WhatsApp, где я смогу ответить вам голосом на один ваш вопрос. Я вас приглашаю также на свои консультации, если кому интересны вопросы самоанализа, поиска себя. Такие достаточно глубокие. Ну, и тема раскладов про взаимоотношения. Они мне тоже интересны, но не в контексте гадания на будущее, да, когда я встречу того или иного персонажа, а в контексте понимания, что нужно в себе исправить, да, потому что все-таки, все-таки, если кто-то из вас не знаком, моя позиция жизненная заключается в том, что я центр всего внимания, значит, как следствие я являюсь причиной и следствием того, что со мной происходит. И поэтому, если в моей жизни нету персонажа, с которым бы я могла создавать прочное отношение, причина во мне, а не в том, что там что-то свыше причерчено мне. Ну, ладно, такое вот вступление. Я надеюсь, вы определились. Мы выбираем эти две позиции. Сегодня буду рассматривать на моей любимой колоде Таро Темного Света. В скором будущем я закончу изучение своей новой колоды эпического Таро и смогу уже делать расклад на ней. Это очень действительно такая философская колода, которую я не ожидала. В Инстаграме я об этом говорю. Если вы еще не подписаны на мой Инстаграм, подписывайтесь, да, чтобы читать мои посты и смотреть сторис, то, чем я делюсь. А мы с вами приступаем. Позиция номер один. Голубенькие камешек. И первый вопрос. Что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции? Что же вас отвлекает в процессе эволюции? То есть на что можно сфокусироваться в данный момент для того, чтобы ваше развитие не то, что стало быстрее, либо замедлилось, а я бы сказала, шло в ногу с вашими внутренними программами для самопознания. Что меня отвлекает, да, вопрос в процессе осознанной эволюции? Что отвлекает? Ну, прям выпало сразу ответ. Это семерка жезлов и шут. Отвлекает как раз и шут. Это и есть тот путь, тот путь познания себя, эволюции, когда из воплощения в воплощение мы двигаемся, узнаем, расширяем свои границы, что-то впускаем в свою жизнь, что-то нет. И насколько наши границы, о которых говорит как раз-таки семерка жезлов, суженные, это и есть причина некого такого затормаживания, если есть такое правильное слово, на пути вашего развития. То есть непосредственно те границы и те рамки, которые вы выстраиваете сами себе, и они непосредственно связаны с вашими убеждениями. То есть то, во что вы верите, да, то, о чем вы думаете, это и является той причиной, что когда вы либо, если вы убираете, расширяете эти рамки, вы идете быстрее по своему пути, либо если вы ставите эти ограничения и рамки, то вы затормаживаете свой процесс. С чем связаны эти рамки ограничения? Непосредственно с некой такой стабильностью, да, когда все ясно, понятно, известно, когда хочется какой-то легкости, хочется праздников, хочется наслаждения, когда непосредственно, знаете, некое любопытство. Риск – это те качества, которые помогают нам двигаться вперед. Здесь же вас останавливает именно нежелание, да, то есть нет вот этого вот интереса, нет любопытства что-то узнать. Возможно, бывают такие периоды в вашей жизни, и это нормально, когда вы просто устаете, и хотите, как-то, знаете, держитесь, да, возможно, за то, что вы уже достигли, то есть получается, достигли каких-то результатов и начинаете наслаждаться. То есть у вас вы получаете удовольствие не от процесса, да, на пути, когда я что-то узнаю, я это проживаю, я это чувствую, то есть я нахожусь в моменте здесь и сейчас, а непосредственно по достижению каких-то ваших результатов. То есть когда есть результат, когда вы его достигаете, тогда вы получаете удовольствие, а сам процесс, он вас немножко напрягает. И у вас получается так, что пока идет процесс, я как будто бы не осознан, но только когда я получаю результат, тогда я начинаю наслаждаться, и это вас останавливает, потому что вы очень важный кусок, скорее всего, важные кусочки своей жизни вы как будто бы выбрасываете, да, то есть они запоминаются, но вы их не осознаете. И тем самым вот эти вот важные пазлы, они у вас не складываются, а получается какая-то такая вот прерывность, да, по реперным точкам, когда вы можете сказать, да, здесь я этого достиг, здесь этого достиг, а как вы шли к этому, если вы задумываетесь об этом, да, то вы понимаете, что он что-то упустил, где-то я не помню, да, очень важные моменты не помню, а помню только как будто бы конечные результаты, и вот это вот вас отвлекает. На что следует вам настраиваться в этом воплощении? На что следует здесь настраиваться? Ну, во-первых, вам нужно настраиваться на непосредственно связь с самим собой, но и связь с какими-то более законами Вселенной, я бы так сказала, да, то есть иметь связь с высшими силами, кто-то называет это лучшие силы, кто-то хроники Акаши, информационное поле, по юнгу это коллективное бессознательное, неважно, как это называется, слова я вам обозначила только лишь для понимания, вот быть постоянно, то есть на связи с этим информационным полем, периодически понимать, что дух управляет материей, и не материя управляет духом, почему? Потому что для вас вот эта вот стабильность, она важна материи, она важна, то есть когда вы выбираете фокус внимания непосредственно с духа, с вашего развития, больше фокутируетесь на каких-то бытовых моментах, начинаете цепляться за какие-то ситуации, стараетесь удержать, возможно, людей, вещи, занимаетесь больше каким-то накопительством, потому что появляется страх, да, когда вот есть вот этот страх потери, когда, ну, знаете, такое ощущение, что я как будто бы еще не наигрался в эту куклу, либо в эту машинку, а у меня уже забирают, то есть вот привязки, они непосредственно вас, ну, как-то тормозят, и вот вам нужно настраиваться именно на понимание того, что смотреть на вещи под другим углом, не под тем, как обычно принято, то есть не смотреть на жизнь через призму материи, а скорее всего через призму того, как дух управляет этой материей, да, как законы влияют на материю, не материя на законы, то есть как ваша воля, как ваше внутреннее настроение, оно может повлиять на ситуацию, а не как ситуация влияет на вас, на ваше настроение, то есть вам периодически приходится останавливаться, пересматривать какие-то вещи, пересматривать свои убеждения, не жертвовать вот как-то вот с собой, а найти именно баланс, но это будет только тогда, когда вы будете смотреть на вещи иначе, не так, как обычно принято, ну, так скажем, общей массой людей, то есть здесь даже не философски смотреть, здесь должно быть совмещение практики и вашего духовного развития, но здесь постоянно надо смотреть под разными углами на ситуацию. На какие свои качества я могу проявить, скорее всего, какие, прошу прощения, не вижу, какие свои качества я могу проявить наилучшим образом, какие свои качества, какие свои качества, интуицию, интуицию, всевозможные женские качества, независимо от вашего пола, мужчина вы или женщина, женские качества, что значит гибкость, что значит адаптированность, уметь как-то, знаете, вот с одной стороны, что я говорила, смотреть на вещи под разным углом, с другой стороны, адаптироваться, быть более гибким, чувствительность, эмпатия, качество, знаете, такой некой цикличности, но здесь цикличности, изменчивость, она идет в позитиве, в контексте того, что сегодня у меня одно мнение, завтра произошли какие-то обстоятельства, и я имею право изменить свое мнение. Это не говорит о вашей слабости, это не говорит о вашей какой-то вот нестабильности, что есть хорошо, то есть сегодня у меня такие взгляды, а завтра у меня другие взгляды, то есть наоборот, вот эта вот какая-то укоренелость, застоявшись, она идет во мне на плюс, умение меняться, умение быть как хамелеон, подстраиваться, еще раз скажу, может казаться, что я как будто бы теряю свою личность, вы не теряете свою личность, а вы как актер позволяете себе во время, в течение, скорее всего, в своей жизни проиграть очень много разных ролей и взять оттуда как можно больше пользы, то есть сегодня я такой, завтра я другой, послезавтра я могу проиграть там третью роль, и в каждой роли я проживаю на все 100%, тем самым я себя обогащаю, вот в чем плюс, поэтому качество эмпатии, чувствительности, непосредственно вот этой вот гибкости, качество, знаете, чувствования даже не только людей, да, и умения все переживать, а здесь вот именно умение чувствовать, чувствовать настроение других людей, чувствовать природу, да, здесь интуиция, умение чувствовать, куда мне идти, да, свой путь, как я должен себя вести с тем или иным человеком, опять-таки скажу, не с точки зрения манипуляции, а с точки зрения обогащения себя своими знаниями, то есть что мне дает понимание, как устроен тот или иной человек, это дает мне понимание мотивов, да, почему он поступил так, не осуждать, не ставить какие-то рамки и шаблоны, что в вашем случае надо расширять и по возможности убирать, а как раз вот это вот именно понимание, оно дает вам возможность увидеть ситуацию иначе, все качества, которые связаны непосредственно с Луной, здесь также выходят и страхи, то есть страхи здесь ваши глубокие, когда вы их будете прорабатывать, то есть принимать, потому что страх это не то, что каждый раз делаешь то, что ты боишься, и в какой-то момент ты перестаешь это бояться, нет, ты не перестаешь бояться, ты меняешь отношение к этому страху, к своей реакции, здесь каждый раз преодолевая этот страх, вы будете получать удовольствие, вы будете получать какую-то внутреннюю уверенность от самого себя и удовлетворение, да, то есть радость от того, что да, я смог побороть себя, я смог преодолеть себя, и эти страхи, они будут вас больше наполнять и мотивировать, вот эти вот качества, помогут вам улучшить, вообще если на протяжении всей жизни, и не только в данный момент, над какими нужно еще поработать, и те качества, которые я сейчас озвучу, над которыми нужно поработать, до этого я говорила, о которых нужно проявлять, а это, ну, условно говоря, слабые ваши места, на которые можно поработать, обратите внимание, что люди с этими качествами, которые я сейчас озвучу, да, они будут появляться в вашей жизни, они будут вас как-то раздражать, выводить, провоцировать, но это лишь с одной целью, чтобы вы увидели, заметили в себе эти качества и не то, что их улучшили, а приняли через правильное применение, через уместное, я бы так сказала, применение этих качеств. Что это за качества, над которыми вам нужно поработать? То есть, это непосредственно, знаете, качества, которые связаны с терпением. И будут люди, значит, сразу говорю, которые будут вас провоцировать, будут выводить вас из себя. Терпение, умение ждать, умение понимать, что ожидание это не значит, вот я сижу и жду, да, потому что я никак не могу повлиять на эту ситуацию. А это значит умение переключаться, переключаться на себя, переключаться на то, что вам интересно. Не бояться, знаете, что-то оставлять в прошлом, даже если вы вложили очень много силы и энергии в это, не бояться оставлять позади. Почему? Потому что возникает иногда такое ощущение жалко, жалко бросить, да. Это может быть отношение правильное, все что угодно, то есть, либо место, в котором мы жили долгое время. То есть, это как раз и тоже в контексте привязки, о которых я говорила ранее, да. Не бояться, не бояться, что вот я не довел до конца какое-то дело, я плохой, либо что-то, нет. Иногда вещи мы не должны доводить до конца, потому что мы получили какой-то урок на том этапе, на котором мы проживали ту или иную ситуацию. И нужно уметь отпускать. Это тоже урок, то есть терпение, отпускание. Также в вашей жизни будут встречаться люди достаточно самодостаточные, у которых есть границы. Вам они будут казаться эгоистичны, потому что они вас не будут подпускать к себе. Почему? Потому что эти качества есть внутри вас. Вы настолько зрелая личность, что взаимодействовать с вами не так и просто. То есть, сложно подъехать, вам не значит, на какой козе к вам подъехать, потому что у вас есть все, и неизвестно, что вам предложить. И имейте в виду, что такие люди будут приходить в вашу жизнь, вы будете на них смотреть, и они будут вас раздражать. То есть, я не знаю, как с тобой взаимодействовать, я не знаю, что я могу тебе дать, что я могу тебе предложить. То есть, хватит выстраивать вот эти вот границы, вот эти стены. То есть, хочется люди закрытые, которые не будут показывать вам свои чувства, вам будет непонятно их поведение. Имейте в виду, что эти качества есть в вас. Это вы. Вы самодостаточный, вы достаточно опытный, знающий, ведущий человек, который прекрасно может прожить и сам. Но вам не хватает коммуникации, вам не хватает общения, не всегда в какие-то периоды. И другим людям очень сложно понять, в какой момент с вами взаимодействовать, а в какой нет, потому что вы непредсказуемы. И таких людей вы будете встречать. Людей, которые будут оставить вас в период ожидания. Людей, которые будут выстраивать какие-то стены между вами. Людей, которые не будут доводить дела до конца. То есть, все, что я вам озвучила, да, это те люди, с которыми вы будете взаимодействовать. И вы будете не то, что шокированы, а вы не будете понимать, а как мне с тобой общаться. То есть, я не знаю. Это люди даны вам для того, чтобы вы заметили в себе эти качества. Они неплохие, они нехорошие, но они есть. И вам их нужно принять и найти правильное применение. То есть, что с ними делать. Конечно, качества людей много. Но я вытащила только две карты. И мне кажется, этого достаточно на данный момент. Но в вашей жизни очень много приземленности, очень много стабильности. Вы хотите быть, чтобы в вашей жизни... Смотрите, так интересно. Вы хотите, чтобы в вашей жизни все было понятно, ясно, достаточно стабильно. Вам не так легко даются перемены. Но при этом вы всегда будете тянуться к тем людям, которые легки на подъем, люди, которые постоянно передвигаются. Потому что именно эти люди, они вам напоминают. Помните, что в самом начале я говорила о вашем пути, о вашей эволюции. То есть, вы как раз таки являетесь той противоположностью людей, с которыми вы встречаетесь, потому что их задача вам напомнить. Вот туда тебе надо, да. То есть, конечно, ты выбираешь, остаешься ли ты в этой позиции, да, либо ты соответствуешь. Условно говоря, каким-то неким программам, которые заложены тобой же самим, вообще с самого начала существования твоей души, да, не в этом воплощенном. Вот такая вот была первая позиция, достаточно философская. И я говорила о том, что этот расклад, он будет философский. Ждите второй части. Жду ваших комментариев. Здесь, на самом деле, если вы сумеете услышать информацию, то есть над чем поработать, есть что проанализировать, посмотреть вообще на свою жизнь до вашего сегодняшнего момента. И увидеть вот эти вот ситуации, где проявляются эти качества, как вы взаимодействовали, что вы делали так, что вы делали не так, и куда вообще можно действовать. То есть, вот только вот из этой части можно вывнести очень много информации. Такова была у нас первая позиция. И мы с вами переходим к позиции номер два, а именно к красненькому камешку. Итак, что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции? Вам может казаться, я не вижу, чтобы по этим картам что-то вас отвлекало, но вам может казаться, что... Нет, сейчас скажу иначе. Знаете здесь, что вам... Ваша ранимость... Здесь не то, что вам кажется, что это вас останавливает. Дело в том, что большие части своей жизни, какие-то куски своей жизни, из-за вашей ранимости, из-за вашей чувствительности, вы как будто бы выбрасываете, да, отправляете в реку забвения. То есть, вы хотите забыть, потому что в какой-то момент вас ранили, вас обидели, и вот ваше желание с вашей волей, оно связано таким образом, что вы как будто выдаете себе команду, я не хочу об этом помнить, я хочу это забыть. И вот это вот может быть являться какой-то неправильной позицией. Я не могу сказать, что это вас как-то останавливает в процессе вашей эволюции, потому что, в принципе, остановить на нас ничего не может. Но это как-то замедляет, потому что когда вы не принимаете эту часть, а не принимаете ее по своей эмоциональности. Еще раз скажу, потому что вы чувствительны, вы ранимы, вы хороший эмпат, но здесь вот это вот, ваши эмоции оцениваются вами как болезненные, не как урок, который нужно было пройти и сделать какие-то выводы, чтобы, возможно, что-то в себе изменить или принять. А вы готовы избавиться от этой части, то есть, возможно, у вас есть такое, ну, вы думаете о том, говорите себе, лучше бы я об этом вообще не вспоминала, да, лучше бы этот человек не был в моей жизни, да, там ничего хорошего не было, надо забыть, надо забыть. Вот это вот, знаете, установка на то, что надо забыть, вот какое-то вот забвение именно вот этих болезненных моментов, оно является препятствием в контексте того, что ваша память, она, как бы так сказать, в контексте осознанности, она становится прерывной. То есть, это помню, это не помню, это помню, это помню, это не помню, и нету текучести, нету единства. То есть, представьте, что есть река, и те моменты, которые вы хотите забыть, вы берете огромные валы, ну, глыбы камней и бросаете, и получается, река течет, как-то потом, ну, обходит, обкатывает эти валуны, камни, и потом опять течет, ну, уже не тем напором. Вот так вот ваша жизнь, то есть, она могла бы быть более такой живой, более яркой, красочной, но вот вы бросаете вот эти вот камни на течение этой реки, и тем самым вот эти вот препятствия, нету потоковости, да, все замедляется. И, то есть, та энергия, которая была до первого камня, да, после первого камня, она уже, напор, он медленнее, и тем самым вот ваша потоковость, информация, которая к вам должна прийти, она идет медленнее, и так далее, и так далее. То есть, здесь получается, что нету единства, нету вот этого вот единения, только потому, что вы выставляете вот эти вот камни, это не защита, это просто, знаете, вот вы берете и каким-то насильственным способом вырезаете вот эти вот кусочки из кадров, и тем самым получается вот эта вот прерывистость, и нету потоковости, нету единения, и вы не получаете какого-то, знаете, внутреннего удовлетворения от своей жизни, то есть, как будто бы, потому что нету единения, вы не приняли эти куски, а в них был какой-то смысл, да, достаточно глубокий. Вот это вот отвлекает, вот это вот отвлекает, да, то есть, моменты, которые вы хотите забыть только потому, что вы слишком ранимы, слишком чувствительны, только потому, что у вас есть ощущение, что вас не принимают, что вы как будто бы не от мира сего. Вот ваше внутреннее состояние здесь отвлекает вас от процесса, оценка, я бы сказала, да, то есть ум, он разделяет, вот ваш ум разделяет целостность всего мира, и вы это проживаете, вот если вы это осознаете, либо осознаете, да, тогда вы будете восстанавливать свою память. Вы захотите прожить те болезненные моменты в своей голове через перепросмотр, и оно уже не субъективно, объективно, и вы увидите, ну, сможете посмотреть на ситуацию иначе и принять, и это даст вам энергию, потому что вы тратите много энергии вот на то, чтобы удержать вот те фрагменты своей жизни, не вспоминать их, то есть, когда мы хотим что-то забыть, мы как будто бы удерживаем эту часть, да, не впускаем в свою жизнь, тем самым мы на это тратим энергию. А теперь посмотрите, сколько моментов в своей жизни вы не хотите вспоминать, вот ровно столько энергии в каждый момент вы вкладываете, тем самым вы лишаете себя этой энергии на реализацию чего-то другого. Я не знаю, это не стояло у вас смысла, но мне кажется, здесь очень глубоко, я сказала, что этот расклад будет глубокий. На что следует настраиваться в этом воплощении? На единение. На единение, вот на восстановление каких-то своих частей. Знаете, вот собирать себя, собрать себя и начать уже получать удовольствие. Получать удовольствие от этой жизни, получать удовольствие от каких-то плотских. Вот, знаете, хочется сказать, что здесь очень вы эмоциональный человек, да, и тонко чувствительный. И вот вы как будто бы себе не позволяете чувствовать вот какие-то телесные наслаждения, что ли, я не могу понять. Здесь может быть как-то вот, как-то, знаете, вот идет из детства установки, что плоть – это как будто бы грех, это как будто бы грязно. И вы не, вот, как будто бы не разрешаете себе, я не говорю только о сексуальном каком-то аспекте, а я говорю в общем. То есть вы как будто бы себе не позволяете там, ну, допустим, я пойду на массаж, что такое? Это вот для избранных, потому что надо деньги, я лучше это деньги куда-то в другое место вложу. То есть не позволяете себе наслаждаться своим телом, да, не позволяете там, я не знаю, кто-то да хочет давно уже купить какие-то духи себе, и тоже не позволяйте, как будто бы жалко. То есть вот здесь вот, знаете, вам следует настроиться на то, что вот эти вот все моменты – это выражение любви к себе. Вот то, что вы себе не разрешаете, это показатель непринятия себя. Вот у вас есть какие-то очень важные части, которые вы не принимаете. Вот вам нужно настроиться, нацелиться, знаете, вот прям сфокусироваться силой воли именно на принятие себя через выражение любви к себе. То есть через позволение, позволить себе все, что вы хотите, да, если вам хочется каких-то телесных ласк, объятий, позволяйте себе. Это тоже ваше выражение. Много всего я вижу из того, что вы себе здесь не позволяете. В контексте императрицы, вот здесь вот любви, наслаждения, удовольствия, чувственных аспектов. Да, вы не позволяете здесь, как будто вы знаете, какие-то вот животные инстинкты, и вы не позволяете. То есть может быть здесь кто-то сидит на диете, не позволяет себе, я не говорю, чтобы вы прям ели все подряд, но получать удовольствие от еды, да, либо иногда позволяет себе съесть, что вы хотите. Пускай это будет в малом количестве, но получите удовольствие от этого. Вы постоянно находитесь в каких-то сомнениях, да, разрешить, не разрешить, правильно, неправильно. Вот это, это показатель вашего ума, потому что даже само слово со-мнение, то есть есть мнение с кем-то, это значит, если есть в голове два мнения, в здравом рассудке мы понимаем, что внутри меня есть только я, и с кем я веду диалог, да, кому я что-то хочу доказать, рассказать. Но это проявление ума на самом деле, потому что душа ощущает единство, разум, его задача все разделять, это показатель эго, подумайте над этим. Хорошо, какие свои качества я могу проявить наилучшим образом, те, которые у вас уже есть? Вот у вас есть коммуникационные качества, и вам нужно научиться разговаривать с людьми. Вы общительный человек, да, вы своим словом можете исцелить, у вас есть исцелительские какие-то качества, вы можете поддержать другого, вы можете показать его наилучшие качества, то есть здесь вот вам важно общение, а вы на самом деле закрываетесь, потому что вы всегда ожидаете подвоха какой-то болезненной ситуации. Ну, это ваша установка, вот если вы уберете это, на самом деле вы получаете удовольствие от общения, на самом деле вы кайфуете от того, что вы разговариваете с людьми, вы видите в них что-то красивое, вы можете говорить комплименты, и вам это нравится, и людям это нравится, но иногда бывает так, что вот ваш внутренний настрой, как будто бы вы себя переключаете, и происходят неприятные ситуации, а вот когда вы в хорошем настроении, вы начинаете замечать красоту людей, здесь получается так, что люди к вам поворачиваются лицом, и очень много улыбаются, радуются, когда вы получаете наслаждение от коммуникации. Но здесь вот вообще коммуникация, общение, да, проявление активности, умение выражать свои желания, это ваш урок. Здесь как будто бы вопрос самооценки снова возникает, потому что здесь встает по шестерке жестов вопрос некой такой конкуренции, да, такой здоровой борьбы, то есть умение выражать свою точку зрения и принимать другую точку зрения. Вот здесь вот вопрос принятия, он как раз-таки связан с тем, что я сказала изначально, то есть вы не принимаете свои кусочки, я объяснила почему и как, и вот это вот непринятие, оно выражается везде, то есть это мышление такое, да, это формат мышления. Не поэтому и в коммуникации иногда сложно вам принять точку зрения другого человека, не потому что вы хотите быть лучше либо хуже, а просто потому что вы себе не принимаете какие-то большие куски своей жизни. И тем самым люди при взаимодействии с вами, при общении, когда начинают высказывать вам свою точку зрения, она вам не нравится, и вы ее не принимаете. То есть это тот же, та же самая модель. Но здесь в контексте, какие свои качества я могу проявить наилучшим образом коммуникация, общение, движение по жизни, позитив, умение мотивировать, умение двигать людей каким-то идеям, вести вот за собой, да, какой-то вот энтузиазм, позитив. Вот здесь вот все, все это в контексте коммуникации. Вот эти качества вы можете проявлять наилучшим образом. То есть вы тем самым будете узнавать себя и обогащать себя, и вам станет понятнее, кто вы есть, и вам легче будет тогда принять какие-то моменты своего дошелого. Над какими качествами вам нужно еще работать, как я сказала, в первой позиции, обратите внимание на тех людей, которые будут появляться о вашей жизни именно с этими качествами, с целью, знаете, как помощники проработать. То есть вас будут раздражать эти качества в других людях, и тем самым вы будете включаться для того, чтобы заметить в себе это и поработать, если у вас будет желание это сделать. Я не называю эти качества минусовыми, а те, скорее всего, слабые, непроработанные. Вот тут ваше желание закрываться. Вот здесь вот опять-таки коммуникация приходит, да? Поработайте с каким-то, знаете, желанием, когда что-то вас не устраивает, либо вы не ощущаете сил, возможности что-то сделать, вы закрываетесь. Вы уединяетесь, вы отдаляетесь. Вот здесь вот по отшельнику есть такие моменты, когда люди в вашей жизни, которые будут появляться, они также будут любить, знаете, уединение, какое-то спокойствие, и вам будет казаться, что они эгоистичны. Ну, то есть они как будто бы не подпускают вас к себе, думают только о себе. Люди, которые, как вам будет казаться, возобнили о себе, что они умны, что они мудрые, что они много чего знают. В вашей жизни будут появляться люди, которые будут хотеть, желать вас чему-то научить, это будет вас раздражать, как-то, может быть, навязывать свою точку зрения. Вам не будут нравиться люди, которые чересчур напористые, люди с очень активно проявленной своей точкой зрения, целеустремленные, которые будут, знаете, вот очень-очень активные, динамичные. Вас это будет как-то, знаете, не то, что раздражать, а напрягать немножко. Почему? Потому что эти качества есть у вас, но вы их не принимаете, потому что вы с ними еще не знакомы настолько, чтобы увидеть какую-то пользу от них. У вас также будут цеплять люди, которые слишком торопятся, люди, которые много говорят о себе, которые ярко умеют выразить себя, потому что это качество вы хотите. Люди, которые не боятся быть в центре внимания, которые могут за собой повести. Есть у вас эти качества, но вы с ними не знакомы, так скажем. А если знакомы, то они вас пугают. То есть именно с этим и нужно поработать. То есть у вас, вы такие, знаете, амбициозные люди, карьеристы, если в минусе, то люди, которые часто употребляют слово «я». И вот это вот «я» их самооценка здоровая, такая, знаете, кто-то может сказать завышенная, пусть, да, но это здоровая самооценка, когда люди себя принимают таким, какими они есть. В вашем случае, поскольку самооценка у вас заниженная, вам сложно сказать «я». Я это могу, я это имею. И у вас будут встречаться люди, которые будут вам говорить именно так. Я такой крутой, я все могу, я все умею. И это будет иногда вас немножко раздражать, либо вызывать вот эту вот напористость, некий дискомфорт. По сути, вы должны этому научиться, да, вы должны какую-то часть перенять в себя. Ну, я говорила ранее, поэтому переслушайте еще раз. Позиция вроде бы она не такая большая, но здесь очень много моментов и качества, с которыми вы можете поработать и принять, потому что это есть у вас. Вот такая вот у нас была, и я думаю, какую-то императрицу поставлю. Была вторая позиция и красненький камешек. Жду ваших комментариев. И мы с вами, если успеваем, да, прекрасно, переходим в позиции номер три и к зеленому камешку. И давайте посмотрим, что меня отвлекает в процессе моей осознанной эволюции. Знаете, здесь такое ощущение, прям хочется сказать, что много фантазируете, много думаете и мало делаете. Почему мало делаете? Потому что, так хочется сказать, потому что хотите много. как бы так это донести до вас эту информацию. Знаете, здесь такое состояние, не то, что плохо ставить как-то вот планку высоко, наоборот, это мотивирует, но вот в вашем случае есть такое ощущение, что вы хотите все и сразу. И тем самым вы не понимаете, в каком направлении вам действовать. Не потому что вы ленитесь, либо вы не работоспособны, а просто вам хочется и интересно много всего, вам сложно сделать выбор, и тем самым вы очень много мечтаете. Мечты с точки зрения психологии это некое такое вытесненное состояние того, что на данный момент вы не можете реализовать. То есть компенсация своего рода. И здесь получается, это вас и останавливает. То есть вы много чего хотите за раз, не можете определиться, тем самым много энергии тратите на то, чтобы мечтать, потому что искра внутри есть. То есть вот этот вот потенциал есть. Вы можете это все реализовать, но проблема заключается в том, что вы не можете вычленить что-то одно и сфокусироваться на этом. И тем самым здесь получается, что вы распыляетесь на разные свои какие-то желания, мечты, и в конечном итоге ничего не получаете по факту в материальном мире. То есть в голове все продумали, все прожили, в состоянии вроде бы получили, ну вот и все. А в реальном-то мире нет ничего. Почему? Так как вы уже получили в голове вот это вот все необходимое, как говорится, экстаз свой получили. Поэтому в материальном мире проявление этой, данной мечты и не столь актуально уже. Поэтому отвлекает вас вот эти вот ваши мечты и фантазии. И проблема заключается в том, что вы, как говорится, хочу все знать. Хочу все знать, хочу все познать. Хочу, знаете, вот что-то такое скрытное, что-то такое глубинное, мистическое знание. Знание любой формы, любого наполнения вот вы даже в каких-то способностях. Вот вы очень много-много мечтаете. И, как я уже сказала, не хочу повторяться, мало делаете. Либо, если делаете, то здесь, знаете, очень медленно все развивается, и это вас тоже как-то напрягает. Нету пересп... Не то, что нету переспечений, нету каких-то, знаете, долгосрочных, ну, какой-то вот почвы, которая на... Вы знаете, вот, пример приведу, да, есть заплата, которая разовая, да, получила деньги, и все, и порадовался, и хорошо. А вот вам, в общем, это постоянно было, да, вот эти вот деньги, чтобы они постоянно приходили, вот периодически, да, на постоянной основе. Вот здесь вот этого нету, реализации. То есть, есть, допустим, хочу какую-то способность, да, ну, например, чувствовать, жить интуитивно. Один раз попробовала, хорошо мне понравилось, а вот на второй, третий раз уже либо не получается, и вот вы как будто постараетесь, стараетесь, начинаете там что-то изучать, и все. То есть ушли опять в голову, и не практикуете, то есть в изучение уходите, в мечты, в какой-то, ну, другой уровень, не практичный, нету заземенности, вам не хватает этого. Проявление на практике. То есть на что следует вам настраиваться в этом воплощении? Ну, вот и выпала королева Пендакли. И умеренность. Как раз-таки стоит, знаете, на то, чтобы получать какие-то результаты, и приумножать. То есть не разово, как я говорила, да, как у вас получается, а чтобы это было на постоянной основе, то есть уметь это приумножать, уметь в королеве Пендакли получать удовольствие, да, от каких-то своих результатов, уметь наслаждаться. Как-то больше, знаете, вот на практичную сторону, на бытовую, хочется сказать, нужно обращать внимание. Нужно найти здесь золотую середину, не запрещать себе ничего, и в то же время не идти в крайность, что вот прям вот всё-всё себе позволяет. То есть здесь, знаете, такое ощущение, либо вы много-много работаете, и от этого устаете, не отдыхаете, либо вы отдыхаете, зависаете именно. Я не могу сказать, что здесь вот физический отдых, а вот вы как будто бы зависаете в своих мечтах, и вроде бы и тело не отдохнуло, и в то же время и дело не сделано. Вот здесь вот вам надо как-то найти баланс, да, здесь вот какое-то исцеление, здесь вот зависание происходит, что золотая середина какая-то нужна. Ну вот знание, знание, понимаете, здесь знание. Может быть, много говорите, много говорите, много разговариваете, либо в силу вашей профессии и вашего рода деятельности очень много энергии уходит на это, на разговоры, на коммуникацию. Либо знаете, очень много знаете, вот здесь вот такая энергия, что очень много знаете, как применить это на практике, вот этого вот не знаете. И вот это вот самое такое важное, то есть уметь дух приносить в материю, да, то есть не просто знание, а найти их практическое применение. И не просто применять, а еще и получать какую-то выгоду, какой-то результат от этого приумножать. То есть, допустим, я знаю что-то, да, все, надо это перевести в какой-то курс, какие-то знания, уметь это продать, получить деньги, сделать это на постоянной основе, а не разово. Вот здесь вот у вас такое. На это вам нужно научить, потому что знаний много, а по факту ничего не имеете в контексте финансов, только потому, что не можете перевести эти знания в какой-то вот материальный аспект. Заземлить не можете. Какие свои качества я могу проявить наилучшим образом? Вот вы знаете, я не знаю, насколько скорбь, переживание, утрата, боль, это можно назвать качество, но вот именно вот эта вот эмоция, она, ее вы можете проявить, то есть она для вас какая-то очень-очень полезная в контексте души. То есть любая ваша боль, любая ваша травма психическая, это вам идет на пользу. Это как будто, вы знаете, помогает вам очиститься здесь, как будто, вы знаете, вы как даете свои долги, и тем самым очищаетесь. То есть вот здесь ощущение, прожили какую-то боль, ее нужно не убегать от нее, а проживать по полной. И тем самым у вас происходит очищение. Вот вы как будто бы дошли до самого... Знаете, это как бывает? Хочется, вот держу, держу, держу что-то в себе, обида, обида, обида. В какой-то момент прорвало, и начинаешь рыдать, истерика. И в этот момент ты себя не останавливаешь, а вот просто рыдаешь, и дадаешь, а потом, вах, такое облегчение, да, как будто я проплакалась. И легко. То есть вот очищение. Здесь идет очищение вашей души. Вот вам нужно, если говорить о каких качествах, периодически очищать свою душу. Это может быть и как в прямом смысле, да, чистки, так и в переносном смысле, да. То есть какие-то ненужные моменты из своей жизни убирать, не допускать, что-то из прошлого, какие-то обиды, может быть, тоже их прорабатывать. Вот вам надо периодически держать свою душу очищенной. Вот, я не знаю, в чистоте. В чистоте, может быть, намерений. Ну, в чистоте убирайте вот эти вот все негативные какие-то настрои, состояния. Не бойтесь боли, потому что она как-то вот, вот эта вот боль, она вас обогащает. Она вам что-то дает здесь. Она дает вам знания. Вот на самом деле знания других людей. То есть вы как будто бы, когда вам больно, вы замечаете в людях их манипуляцию, игру, роли, которые они проживают. И вот через них вы это видите в себе. То есть вот через боль вы себя познаете. Именно через боль. Вот вам нужно какое-то, вот я же говорю, очищение, да, успокоение. Убирайте все непонятные ситуации в своей жизни, непроясненные, любые какие-то, вот знаете, вот хитрости, подвохи, как внутри себя, так и вокруг. Здесь такое ощущение, что паутина, да, как будто бы люди плетут вокруг вас разные там козни, сплетни. Вот не реагируйте на это. Возможно, вы очень сильно реагируете на слова и реакцию других людей. И вы впускаете в себя вот этот вот негатив. Здесь как-то вот надо держать свою душу в чистоте. Здесь нужно не падать духом, а постоянно надеяться на что-то хорошее, потому что тем самым вот своим негативом, как будто бы сотрясаете пространство, и ваши намерения не реализуются. Почему? Потому что вы здесь... Ну вот вы теряете надежду. Вам веры в себя не хватает. Вот эти качества. Знаете, вот еще, знаете, как-то светить для других. Быть путеводной звездой. Своим собственным примером. Здесь вот ваша жизнь, понимаете, дело в том, что вот общая энергия от этой позиции, она говорит о том, что вот вы человек мудрый, у вас очень много знаний. И здесь такое ощущение, что вот из-за того, что вы не верите в себя, вы не можете эти знания передавать. Как следствие, вы не получаете результат, не получаете деньги, вы не получаете внутреннее удовольствие. Да, вот вы не можете как-то самоутвердиться. И самооценка ваша падает, потому что вы не верите в себя. Вы уже мастер. Но вы здесь в себя не верите. И когда у вас падает самооценка, вы закрываетесь. И тем самым все свои способности, все те качества, которые вам даны для того, чтобы вести людей за собой, как-то помогать, светить другим людям, давать надежды другим людям, вы это перекрываете. Ну, то есть ваш свет внутренний тухнет, и вы становитесь незаметны. И, короче, уходите опять в негатив по умеренности, в противоположность. Когда вы на подъеме, когда вы радуетесь, наслаждаетесь, вы уходите в другую противоположность, да, и тем самым, конечно же, реакция людей на вас бывает и негативная, да, что он зазнался, там, зазвездился, и еще что-то. И, то есть вот вы постоянно находитесь в каких-то качелях, вам нужно исцелиться от этого, то есть, знаете, здесь как-то поверить в себя, в свой профессионализм, и вот как будто вам поставить некую такую защиту на реакцию других людей, на слова, на мнение других людей, на негатив, чтобы не впускать, для того, чтобы вам работать важно. То есть у вас и так своя какая-то неуверенность в себе, в своем профессионализме, а тут еще ее и подогревают другие люди. Ну вот хотя бы вот эту вот защиту от негатива других людей вам надо поставить, чтобы здесь суть заключается в вашем состоянии, найти вот это вот эталонное состояние ровно, хорошо, спокойно, ни в минусы, ни в плюс, чтобы вы не убегали постоянно, тогда вы сможете как-то проявляться, потому что вы периодически убегаете в крайности, либо в минус, все плохо, либо в плюс, все хорошо, и я все могу. И вам потом дают по это, как это, по шапке, то есть взведился, вы снова в другую крайность. Вот вам нужно найти это эталонное состояние для вас. Вот это вот нужно проявить. Хорошо, над какими еще качествами, либо качествами вам нужно поработать, как я говорила, по предыдущим позициям, и это качество будет проявляться в других людях, это то, что вас будет раздражать в других людях, то, что, вы будете вызывать какой-то дискомфорт, вам будет не нравиться цеплять. Но вот эти вот качества есть у вас, и вам нужно с ними поработать. Что это за качество? Эмоциональность. Эмоциональность и зависимость от оценки, критики, мнения других людей. Вот смотрите, как получается, я сказала вам про вашу самооценку, в вашей жизни будут люди, которые будут вас провоцировать, провокаторы. Их задача, чтобы вы эти качества заметили и начали в себе прорабатывать. Что они будут делать? Они будут вас оценивать. Тем самым, вас провоцируют на эмоции. Это люди из прошлого, люди достаточно значимые. Люди, которые будут вам говорить, знаете, они будут, и задача, вы находитесь в балансе, а у них задача вас вытащить из этого баланса. Почему? Потому что, я сказала ранее, что вам этот баланс важен, ровно хорошо, это состояние. И когда вы в него уходите, вроде бы все нормально. Тогда появляются люди, которые вас вызывают, провоцируют, вытаскивают из этого баланса, чтобы вы научились быть стабильно, чтобы вы не отклонялись от этого состояния. Каким образом? Это люди не с гармоничной, либо очень эмоциональны, да, а прям вот в вашем окружении будут люди, ну, как хочется сказать, истерики, истерички, да, это вот вас будет бесить, то есть будет вас включать, либо наоборот, люди непробивные, фит твоих поймешь и считаешь, хотя вы можете это сделать, а вы не можете определить, что это за человек, это тоже вызывает у вас некий дисбаланс. Также люди, которые будут переходить ваши границы, будут вам хамить, будут вам грубить, не потому что вы такой человек, а потому что их задача, еще раз скажу, вытащить вас из вашего равновесия, ваша задача быть в равновесии, потому что это самое эталонное состояние для того, чтобы вы могли реализовать свои знания, ну, и то, что я говорила ранее. Поэтому, какие еще люди, с какими качествами будут приходить, те, которые, знаете, я утром сегодня об этом думала, самый сильный враг, это тот, который знает себя лучше, чем ты сам знаешь себя. И вот, к вам будут приходить такие люди, которые будут знать, они будут знать и понимать ваши уязвимые места, они будут знать, куда вам бить и причинить вам боль. Это будет вас цеплять. Для чего? С какой целью? Чтобы вы стали сильнее. А силу вы получаете тогда, когда вы не реагируете. А когда вы не реагируете, либо контролируете свои реакции, когда вы знакомы со своими эмоциями. То есть, если вы знаете, что вы чувствительный, вам человек начинает провоцировать вас на эти эмоции, да, вызывая в вас какую-то чувствительность, что вы там расплакались, стали более свободными, в этот момент нужно сказать, что да, я знаю, да, я знаю, это мое уязвимое место, и да, я готова сейчас расплакаться, да, как маленький ребенок, но что поделать, вот такой я человек. То есть, принимая в себе это качество, вы как будто бы обезоруживаете этих людей. Для чего? еще раз, последний раз, наверное, повторюсь, чтобы вы были в балансе, чтобы вы были в равновесии, вас периодически выбрасывают из вашего равновесия, и люди будут приходить сильные, сильными качествами, с внутренним стержнем, потому что вы должны научиться этому, вы должны научиться управлять своими эмоциями, вы должны быть знакомы со своими слабыми местами, но здесь будут уроки по оценке, критике в вашу сторону, в том числе и с партнерами, вы все время будете желать получить оценку, обратную связь от партнера, насколько я хорош. То есть, я же говорила о том ранее, что здесь вот неуверенность, неуверенность в себе, как и в мастерстве, всегда люди будут приходить, которые будут провоцировать вас и говорят, ты такой-сикой мастер, нехороший, или еще что-то. Что еще? Здесь будут как-то вопросы со временем. Повторные ситуации. А знаете, какая-то цикличность в ситуациях тоже может быть. Люди возвращаются из прошлого, уходят, приходят, уходят, приходят. Не потому, что вы не можете поставить точку, вам кажется, что вы ставите, но они как будто периодически приходят для того, чтобы вас проверить, для проверок. Вам будет казаться, что вокруг вас очень много людей, которые вас не принимают, которые вас провоцируют, да, враги и так далее. Но на самом деле это лишь показатель того, чтобы вы смогли увидеть свою мудрость. И мудрость заключается не в знаниях как таковых, а в умении их применить. Я это говорила уже ранее, скажу просто другими словами. Уметь применять свои знания на деле. То есть недостаточно просто знать, как работает магия, а уметь ее применять и получать удовольствие от этого, чтобы она была практичной. вот здесь вот все это сделано для этого. Вот такая вот была у нас третья позиция. Жду вашей обратной связи, насколько вам понравился этот расклад. Сегодня прям не то, что я хочу сама себя похвалить. Нет, просто если вы действительно достигли высокого уровня, умеете читать между строк, слушать информацию, то есть не брать ее, так как я ее озвучиваю, и сразу примерять на себе, а услышать что-то такое глубокое, то сегодня вы обязательно сделаете какой-то прорыв в вашем сознании. Сегодня такой расклад, который вы чувствуете, знаете, интуитивно, что он дает какой-то вот прорыв в контексте, что складываются пазлы и все, инсайты. Я понял, я поняла, ко мне пришло вот именно осознание. Вот сегодня такой расклад, когда многие пазлы складываются, и сегодня вы многое чего поймете при условии, что вы будете слушать сердцем, своим состоянием, реакциям и ощущениям, то есть уметь отслеживать. Сегодня много информации я сказала, хотя вопросов немного, и карт немного вытащил, но информации я сказала очень много. Повторюсь еще раз скажу, если умеете слушать, вы услышите, потому что я делаю расклад, я сама очень много для себя услышала и узнала, а если я это услышала, а был в унисон со мной, то и вы сможете услышать, и у вас сегодня будет действительно пазлы у многих сложатся, и вы получите очень сильный прорыв или какую-то мотивацию на действие вперед. Вот такой был сегодня расклад. Благодарю вас за внимание. Желаю удачи. Всего самого-самого наилучшего. Ждем продолжения этого расклада. Часть номер два, которая выйдет в среду. А я с вами прощаюсь. До новых раскладов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова